Кирюха, Кирюха, тихо, тихо. А, вызывай. Терпеливый, как папа и мама. Двухмесячный Кирилл старается не плакать. Будто бы понимает, маме не так просто подбегать каждый раз к малышу. Ольга уже 15 лет прикована к инвалидному креслу. Но мысли родить ребенка вместе с мужем Евгения вынашивали несколько лет. Врачи предупредили сразу, цена может оказаться слишком высокой. Мы все взвесили, у нас получилось. Мы все взвесили, приняли решение, настроились по-серьезному. Дали все анализы, готовились, конечно. Как на космонавтов. Возраст, медицинские показания, да. И отважились. Ухудшение состояния здоровья, трудности для будущего отца и даже критический исход у матери. Будущие родители понимали, рожать в таком положении очень рискованно. У Ольги травма шейного позвонка, нижняя часть тела парализована. Девушка не в силах самостоятельно справляться с элементарными бытовыми задачами. Но на подвиг оказалась готова и она, и муж, и врачи. В роддоме Ольге и Евгению разрешили лежать вместе. Всю жизнь мы вместе, или даже в роддоме тоже вместе. Да, весь роддом, конечно, удивлялся, откуда там мужчина, все оглядывались. Ну, в виде исключения. Вместе Евгений и Ольга были и до страшной автоаварии. Познакомились на танцах. Ей 20, ему 22. Каждые выходные – отдых на море, подвижные спортивные игры, путешествия, большие совместные планы. Трагедия случилась через два с половиной года после знакомства. Стресс, отрешенность, слезы. Автоавария лишила Ольгу какого-либо выбора. Но перед главным в жизни выбором остался молодой, здоровый парень Евгений. Много друзей, много знакомых говорили, что, ну, бросай ее, мы тебе другую найдем. Да? Да, разное было, конечно. Одни говорили одно, другие – другое. Ну, как-то я, конечно, тоже ходил и думал, и взвешивал. Ну, как-то не смог бросить, что ли, не смог. И вот так вот продолжилась наша жизнь. Замуж за Евгения Ольга выходила в инвалидном кресле. В зал для торжественных церемоний невесту несли на руках. Я всегда была такая статная, высокая. У меня платьев столько было красивых, каблуки, все так это. А как сделать свадьбу на коляске? Мы долго переживали. Ну, ничего. Мне сделали прическу, мама сшила платье, фата была коротенькая. Это была очень веселая свадьба с медведями. Вот только цыгане только, разве что не было, медведи были. На этом активно Ольга не остановилась. Попала в сборную по регби, представляла Владивосток наряду с мужчинами-спортсменами. А среди женщин участвовала в конкурсе красоты. Но главная победа – крепкая семья, несмотря ни на какие ежедневные трудности. И все вот эти годы, благодаря Жене, сохраняем мне здоровье. В этой семье в декретный отпуск ушел муж. Мать носит на руках ребенка, а он – жену. Отойти от домочадца в хоть на минуту – значит подвергнуть их опасности. К рождению малыша семья подготовилась как смогла. Сделала необходимые накопления, но по факту средств матери-инвалиду потребовалось гораздо больше. Никогда Ольга и Евгений не думали, что в самые счастливые моменты жизни придется просить о поддержке. Вот то, что произошло, что Ольга смогла выносить ребенка, что ребеночек появился на свет – это, конечно, пример не только для людей с инвалидностью, но и вообще для всех здоровых, кто причитает или говорит, вот там сложности и так далее. То есть мир не без добрых людей. Вот у них сейчас сложная ситуация. Мы взяли на себя инициативу, стали им помогать, и люди откликнулись. Увидеть у дома волонтеров с большими пакетами семья не ожидала. Добровольцы принесли продукты, памперсы, косметику. Сегодня поддержать отважную маму может каждый желающий через общественную организацию «Ковчег». Там уверены, Ольга еще не раз докажет обществу, насколько безграничны возможности целеустремленного человека. Инна Щедрова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.